Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша беседа называется, я её назвал «Обижать и обижаться». Хотя на самом деле, конечно, лучше не обижать, не обижаться. Посмотрим, что это такое – обидеть человека или обидеться на обидные слова реплики. Опираемся мы на книгу «Берешит», которую весь еврейский народ сейчас начал читать после осенних праздников. И в книге «Берешит» есть стих, который мы сейчас используем. Главное, что на языке мудрецов звучит, название нашей лекции звучит таким образом – «Лучше быть обиженным, лучше быть оскорблённым, чем оскорбляющим». На иврите это называется «Ане лавин вейнан олвин». А ещё точнее – «Не обижай других, даже если будешь при этом обиженцам». Стих, о котором я сказал, находится в первой главе, в самом начале, в первой цифровой главе книги «Берешит», первой книги «Хумаша», «Торы», «Птикнижия». И шестнадцатый стих, шестнадцатый пасук. «И создал Всевышний два больших светила. Большое светило править днём и малое светило». Все знают прекрасно этот стих. Неоднократно мы слышали на наших лекциях, кто где учился в еврейском заведении, обязательно этот стих приводится, приводится агода, сказание, которое связано с этим стихом. И сейчас мы немножко повторим, буквально два слова. Я разговариваю со знающими людьми, после чего приступим к практическим занятиям. Мне, знаете, не практическим занятиям, конечно, у нас сплошная теория, но теории будем говорить о практическом применении этого правила. Что значит лучше быть оскорблённым, чем оскорбляющим? В скопах замечу, как мне часто говорили, да не хочу я быть ни тем, ни другим. Вот на эту тему тоже поговорим. Можно ли быть нейтральным, не участвующим ни в чём? На этот стих Раши написал, ссылаясь на трактат Вавилонского Талмуда Хулин, 60-й лист, 2-я страница. Он там написал, ссылаясь сначала на Медраж, что эти светила были равными по величине, по силе, яркости. Но Луна сказала Всевышнему, сама по себе, невозможно двум правителям править под одной короной, быть под одной короной. Мудрецы, как раз в том Талмуде, который меня сейчас вам привёл, сказали, что тут вообще-то есть противоречие. Написано в самом начале, противоречие чисто языковое, в самом стихе. Создал Всевышний два больших светила, две точки, большое светило править днём и малое светило, чтобы правило ночью. Так создал их одинаковыми, и объяснили, что для снятия этого противоречия и пришла эта Агада. Просто Луна пришла сама изначально, провела собственную инициативу, сказала, разве можно двум правителям править одной короной. И тут Всевышний и сказал, вот и уменьши сама себя. Уменьши ты сама себя. По твоим словам. Мы-то обращаем внимание на то, что Луна не сказала, давай я буду Всевышний править одним созредним на небе, а Солнце убери. Нет-нет, было сказано очень нейтрально. Ведь нельзя же двум править. И тем самым Луна проявила, повторяю это слово, инициативу. А пассивный Солнц стоял в стороне. Ну, зачем мы править, если оно пассивное? А я вот активное начало, я Луна. И поэтому подразумевается, само подразумевается, что нужно правление это дать и мне. И ты увидишь, что я справлюсь с этим. Всевышний совсем по-другому оценил эту ситуацию. Тора, как бы Всевышний, значит Тора, иудаизм, оценил ситуацию таким образом. Тот, кто проявляет инициативу по понижению статуса другого человека, другого объекта, другого предмета, в данном случае это предметы, это же не люди, тот и принесет наказание. С ним самим и будет сделано то, что он предлагал сделать своему коллеге, своему партнеру. Мудрецы поздних поколений, уже после тех мудрецов, которые присутствовали, которые участвовали в составлении Талмуда, Медрашей, сказали, разве это такое обычное правило, лучше страдать, чем наносить страдания другим людям, нужно учить из Агады, из детского рассказа, в принципе, детской сказки, про светило. Оно само по себе очевидно. Но здесь, чем хорош этот пример? Здесь дан пример, как себя надо вести. Не то плохо, что так сказала Луна, а то хорошо, что Солнце смолчало. Этот пример говорит о том, как себя нужно вести, а не как себя не надо вести. А именно, когда Солнце услышало, что Луна выступает против него и намекает на явно слабые стороны правителя, который называется Солнце, то это оскорбление, это обида, это наезд на современном русском языке. Солнце смолчало. Вот это мы и учим сегодня. Солнце, во-первых, не пошло с жалобой ко Всевышнему, и на этом сейчас о году кончаем, чтобы получить больше, что такое жалоба, я хочу получить больше. И второе смолчало в ответ на эту жалобу. Два действия. Не выступил с инициативой, и второе смолчало, как кто-то другой выступил с инициативой против него. Всевышний принял жалобу Луны и приказал ему уменьшиться. Так работают правила, мы о нем говорили, по-моему, в одной из самых первых лекций наших бесед из цикла «Еврейское поведение. Мера за меру». Там мы говорили, чего хотел, чтобы было сделано другим, будет сделано тебе. По-русски «Не рой другому яму». Кстати, напоминаю вам, что это правило очень серьезное, очень строгое, оно соблюдается практически без исключений. Но соблюдается оно небом. Это не та мера, не та мера, мера – это мера по-еврейски, не та мера, которой управляется этот мир здесь изнутри. Мы не можем применять эту меру по отношению к другим людям. Мне сделали плохо, я сделаю плохо. Это месть, это мстительность, которые, безусловно, запрещены. И немного мы сейчас с этим и столкнемся. Почему? Потому что, когда меня оскорбляют, я молчу, я не отвечаю тем же самым, получается, что я не проявляю качество мстительности, потому что ответить на оскорбление – это называется отомстить. Так вот, мера за меру – это только то свойство мира, которое проявляется, которым Всевышний управляет этим миром. Итак, вывод очень простой. Это самое начало нашей беседы. И если тот, кто хочет, как мы сказали, тот, кто хочет опустить другого, так вот на небе взвешивает такую возможность – опустить его самого. То сразу же открывает тик, называется портфель, называется дело, уголовное дело, там наверху. Как только один человек хочет, чтобы другой сел, стал ниже, увольный его, или он получил меньше, и апеллирует или ко Всевышнему в молитве, или к начальнику, или гавди, не вместе будь они упомянуты, начальник, человек со Всевышним, к начальнику он апеллирует для того, чтобы кого-то понести в его сад. Из одной причины, только с той причиной, чтобы занять это место, подняться, опираясь на других, подняться, сразу же на небе открывают портфель уголовный. И тут же будут рассматриваться этот человек, дела этого человека, на предмет не поступить ли с ним так же. Раз он проявляет такое свойство, значит, это свойство можно проявить к нему. Как приложение, расскажу, что несколько слов о запрете Тора вообще участвовать в перебранках. Когда меня кто-то обижает, я ему сейчас отвечу. Это же называется, что иначе, как скандал, конфликт, словесный конфликт, перебранка. Так вот, Тора запрещает. И они даже не о запрете ему, скажем, а о заповеди. Такая заповедь есть. Запрет. Запрет очень серьёзный, требующий от человека заповедь позитивная. Уклоняться от любой склоки с другими людьми. Заметьте, обратите внимание, что важно. Даже если ближний, твой ближний, явно неправ, от спора с ним уклоняются. Даже если подумать, в конце концов, что смотри, он смолчал, значит, он проиграл, значит, он был неправ. Нас это не касается. Сейчас посмотрим, как это нас касается. Главное, что мне запрещается участвовать в такого рода бахлокот, спорах, скандалах. Выводится это из установления стиха Торы. В книге Ваикра, 24 глава, 10 стих. Там так написано. И вышел, вы помните эту историю, вышел сын еврейки, он же сын египтянина, и поссорились в стане сын еврейки и еврей. Так было сказано. За что их потом обоих наказали. Поясняет Клейкар, это такой был известнейший, известнейший комментатор, чтобы показать, так Торы написал, чтобы показать, что оба были осуждены Торой, как злодеи. Наверное, из них был один прав, а другой неправ. Почему? Как оба, как злодеи, даже правая сторона. Потому что любой участник конфликта, он всегда является нарушителем закона, даже если он прав. Заодно, в скобочках, я укажу один очень важный момент. Тут было сказано, сын еврейки, он египтянин, поссорились в стане, в стане в лагере еврейском, когда евреи шли по пустыне, 40 лет они ходили по пустыне, выйдя из Египта и перед входом в Эр-Сес-Роэль, в страну Израиля. В стане сын еврейки и еврей. Оба, они были евреи. И сын еврейки, это тоже еврей. А евреи с обеих сторон тоже евреи. Почему это было сказано? Да потому что, наверное, во время скандала этот человек, именно он, не все остальные, никакого отношения к другим людям не имеют. Он, наверное, он, будучи сыном египтянина, наверное, накричал, значит, он кричал, что против евреев, кричал, что вот, а я особый, а вот вы евреи. И это было ему упомянуто именно таким образом, что Торо указал, что он сын египтянина. Он сам об этом сказал. Значит, нарушается закон двумя сторонами. Какой закон? Не участвуй, по велению, не участвуй ни в одном из споров. Двумя сторонами, и та, которая права, и та, которая не права. Торо даже не рассказывает, на какую тему они спорили. О том, насколько важно это качество, умение молчать, не отвечая на обиду, сказали мудрецы там же, в трактате Хулин, на 89-м листе. Я прочитаю этот очень интересный отрывок. Мир стоит исключительно на наличии в нем. Словать на наличии в нем, вот я добавил. Мир стоит исключительно на наличии в нем людей, умеющих закрывать свой рот во время спора. Когда спорит, человек пересилил себя и ничего не продолжил. Он не спорит, а потом объясняет, я спорю для того, чтобы истину восторжествовало в поисках истины. Как правило, очень малое количество споров и конфликтов словесных между людьми проведутся для того, чтобы найти истину. Обычно люди хотят победить друг друга, убедить или еще что-то, просто раздражены, просто хотят обидеть друг друга. В большинстве случаев это именно так, и поэтому участие в спорах запрещается. Если бы это был поиск истины, совсем другое дело, когда громко разговаривают два ученых-талмудиста для того, чтобы выяснить истину, они давят друг на друга, но они любят друг друга при этом, то это разрешается. Вы меня извините, это я никогда не говорил, я скажу, наверное, первое, когда вы видите, как разговаривают два биохимика, и очень тоже шумят, кричат друг на друга, добиваются признания своей формулы, какой-то особой формулы у них есть, то это тоже вполне нормально, если после этого они не шипят, выходят из этого зала, не шипят друг на друга, а вполне дружественно, то это вполне нормальный спор. Мир стоит исключительно на наличии в нем людей, если бы не было этих людей, то не было бы этого мира, а каких людей, которые умеют закрывать рот во время спора. Так написано в книге Йов, в 26 стих, там так написано, «Толе эрц аль блейма», «Подвесил он, Всевышний, землю над пустотой». Что такое блейма? Над молчанием. Земля висит над молчанием, на умении людей сдерживать свои страсти и молчать, когда на них их атакуют. Способ достичь такого высокого уровня приведен в книге Хенух. Я сейчас тоже прочитаю этот способ. Этот способ сводится не в темном, как к умению владеть собой в любой ситуации, в любом событии, в котором попадаешь, которое с нами случается. Владеть собой как можно? Когда ты видишь во всем этом руку Всевышнего. Ведь он создатель мира, он сотворил этот мир, и он проявляется в нём. И ничто не может причинить нам ни добра, ни зла, если на то нет его воли. Это мы знаем. И так всё. Мы говорили об этом в основных положениях, в лекции, в нашей беседке, которая была посвящена основным положением еврейского мусара. А значит, инициатор всего, что происходит здесь, с каждым из нас, это Всевышний. И вот здесь я прочитаю эту статую книги Хенух, Митсва 241. Можете проверить. Эта книга легко достижима, она везде продаётся на иврите. «Если пришли испытания, знай, что им способствовал твой грех, ну твой проступок, так распорядился Всевышний, и не избежать его мести, и не избежать его реакции на твой проступок». Всевышний так вступает. «Ибо не он, не он, не Всевышний – причина зла, а совершённые тобой проступки». Это Сефер Хенух. Так написано в книге «Хенух Хенуха» – это воспитание. Так называется эта книга. «А раз так, то стоит ли мстить человеку, которого Всевышний послал причинить нам боль?» Это посланец Всевышнего. О, я сейчас ещё буду рассказывать о том, что совсем очень далеко от того правила, которое мы слышали от других людей. Уж не похоже ли это на такое правило? Ударили тебя по одной щеке, поставили другую? Ни в коем случае. Сейчас чуть-чуть ниже, скажем, на эту тему. Как только мы поймём, что за всем стоит Всевышний, везде присутствует твоя рука, легче будет прикусить нам, прикусить язык. В частности, скандалы. Когда идёт скандал, его взять и прикусить. Общее правило. Лучше смолчать, чем ответить. Это Талмуд пишет, это не мои слова. Лучше смолчать, чем ответить. Лучше быть оскорблённым, чем оскорбившим. И об этом мы просим в молитве, особой молитве, которая читается сразу, моментально, сразу же после Шмона Айсера. Восемнадцати благословений Амида. Мы так говорим. Наш Бог, отврати мой язык от зла и мои уста, чтобы не произнесли неправду. Перед проклинающей меня стой, моя душа. Пусть будет моя душа перед всеми, как прах. То есть ни на что не отвечает. Холодная, как прах. Мертва, как прах. Если кто-то меня обижает, я это не слышу, не вижу, не замечаю. Это молитва, которую мы произносим. Все, кто молится, произносят её трижды, три раза в день. А теперь история. Без истории у нас не бывает. Раби Йосиф Дов Соловейчик, великий учёный, из рода Соловейчиков, глава Равинского суда, он тогда был главой Равинского суда в городе Слуцке. Однажды сидел и учился в Бет-Мидреше, в доме учения. Они сидели, учили Тору. С кем он учил? Он был своим сыном, Раби Хаим, Соловейчиком. Сидели и молча учились. Вдруг вошёл какой-то человек, там было много народа, вошёл какой-то человек, оказался, что это торговец с быками. Слуцк был вообще большой торговый город, там была ярмарка постоянная, рыночные дни, торговец с быками. Вчера, оказывается, у этого торговца был суд против другого какого-то еврея, и его вызвали. И этот суд, Равинский суд, приговорил его к выплате. И вот потерпевшая страна пришла сюда заявить свой протест. Наверное, был горячий человек, с быками занимался, наверное, торговал ими, наверное, был вообще-то сильный человек. Пришёл и стал кричать на Рава Йосифа Эдова, оскорблять его. И так так написано, я даже не знаю, как, я не могу себе представить, он взял и ударил. Рав Йосифа Эдова даже пальцем не шелохнул, не сказал ни слова. Только покачнулся, когда его пихнули. Когда-то его вывели, а его вывели очень быстро, он вдруг побежал за ним. Удивительная реакция. Рав сидел спокойно, вдруг побежал за ним и несколько раз сказал ему, Махолха, Махолха, называется, прощено тебе, я тебя простил, я тебя простил. Ну, история, история. Взял великий человек, простил человек, который его оскорбил. У них свои какие-то подходы к жизни, никто этому не удивился, так положено. Сейчас мы скажем, что так положено. На следующий день в том-то и дело, и все слудские это знали, об этом книге написано, тот человек пошёл на рынок по своим делам. Вошёл в загон к скоту, и какой-то бык его поднял на рога, и он умер тут же, на месте. Весь город вздрогнул, содрогнулся. Как же так? Вот это да. Человек сделал плохо Раву Соловейчику нашему. Аф-Бэд-Дин, глава Равинского суда. И тут же погиб на следующий день. И сказали, да, так справедливость с неба. Так все решили. А Рав Соловейчик, как только это услышал, сел, Раф-Бэд-Дин, сел и горько заплакал. Ой, Вавой, я причиной того, что этого человека убили. Если бы не пересеклись наши жизненные пути, этот человек ещё жил бы и жил бы. Я стал причиной, а мы на эту тему говорили, с вами недавно, от этого нужно уклоняться. Я стал причиной наказания этого человека, смерти этого человека. К нему подошёл сын Рабхаим Соловейчик и сказал, папа, аба, ну ты же чист перед всем перед этим, потому что ты же сказал ему, что ты его простил. Ты сделал всё, что можно. Он сказал, я сказал, когда я сказал, я не помню. Ой, не, 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 не утешай меня. Тут дошёл к двери, встал в дверях и сказал, вот ты стоял на этом месте. И два раза сказал ему, махунь-ха, махунь-ха. Точно, 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 я тебе не обману. Все остальные сказали, да, точно, точно. И так более-менее он успокоился. Но всё равно ещё долгое время, каждую неделю он ходил на кладбище, плакал у могилы этого человека, просил прощения и читал по нему кладбище чуть ли не целый год. Ну, сколько получше, так он читал кладбище, как по близкому своему родственнику, как по своему близкому другу. Почему? Потому что он чувствовал себя ответственным за то, что тот человек так печально кончил. И ещё он устоял, взял на себя читать Мишну. Так делается, так делается, Лейлуни Шмотто называется, для спасения, для поднятия души умершего. И он читал ежедневно добавочную порцию Мишна-Йод Мишны. Каждый день. В Барате того же трактата, в Барате это, типа Мишны, некоторые высказывания, связанные с законами, трактата Талмуда, Хулин, да, мы говорили, сказано, обижаемый будьте, но не отвечайте обидчику, слышите, слушайте, выслушивайте поношение, но не отвечайте, выполняйте заповеди Всевышнего и будьте рады испытаниям. О таких людях написано, так написано в Талмуде, о таких людях написано в книге Шовтин, пятой главе, любящие Всевышнего, как восходящее солнце в своей силе. Такой странный пример, такой литературный образ, солнце восходит в своей силе. Значит, восходит, значит, утром, когда всё время солнце теплее и горячее. А это не что иное, как комментаторы улавливают здесь прямую, прям ссылку на приведённую выше, только что нами приведённую выше, дидактическую Ага-Дум про солнце и луну. Рава, великий учёный, Рава сказал, каждому, кто прощён, каждому, кто прощает, будут прощены все его прегрешения. Это очень непростая вещь, нужно специально учить, целое есть учение на эту тему. Как так? Один прощает всех, и сам делает безобразные дела, неужели он будет прощён? Это не просто так. Но тот, кто не прощает другим, уж точно не будет прощён. С него взято будет по всей строгости закона, раз он подходил так к другим людям. Исключение, если правда, есть для мудрецов, а именно, если оскорбили Тору в их лице, то они вообще-то не прощают это оскорбление. Но если оскорбили их лично, вот это они могут простить как частные лица. История парарава Хайма Соловейчика, как его поносили некоторые ученики и Ишивы в Воложине. Хайма Соловейчика, который сейчас только был молодой, у нас в той истории сказал, папа, ты же ему сказал, махуль, ха, так теперь он уже взрослый, он находится в Ишиве в Воложине, в которой была очень непростая судьба вообще, история очень непростая. И тут вообще нужно рассказать длинную историю, очень долго, очень интересную, очень красивую историю о том, что рано или поздно, это известно, в конце XIX века, Ишиву, самую крупную, чуть ли не единственную Ишиву в Литве и во всём мире, это Ишиву закрыли царские власти, ссылаясь на то, что об этом просили сами ученики, которому не давали возможности изучать русский язык. Так, разучало на суде, и суд постановил закрыть эту Ишиву, на основании чего, что значит просили, было написано письмо, которое поступило в соответствующие организации, Министерство народного просвещения и так далее, чуть ли не на имя главного князя, брата Николая, брата тогдашнего императора, и на основании этого дела, не дела, а доноса, письма, просьбы, Ишива была закрыта. Никто никогда не видел этот донос. Он не существует, он где-то подшит, где-то, и на него написано совершенно секретно. Поверьте мне, я сам видел своими глазами, когда на него написано совершенно секретно. Весь еврейский мир долгое время думал, кто же это смелился донести донос, лживый донос на крупнейших рабонинов, на крупнейших раввинов своей Ишивы. На основании чего ее и закрыли. Они же знали, что ее закроют. Кто же это были люди? Вдруг оказалось, однажды я прихожу домой, мне раздается звонок, я беру трубку, он говорит, такой-то, такой-то. Мне звонил родной брат Рава Муше Франко, это мой один из первых у моих учителей в Ишиве, Ишиве Швут Ами. Он знал, что я занимаюсь переводами, и мне сказали, слушай, у нас тут есть некоторый материал из архивов Министерства внутренних дел Беларуси, через посольство мы это взяли. Здесь есть несколько документов на русском языке, ты не мог бы их перевести? Я говорю, еще никто не переводил? Я говорю, нет, вот я их в руке держу, а там есть донос. Ну, неизвестно вообще, много чего от руки, скорее всего, он и есть здесь. Я говорю, как вы приедете ко мне? Он говорит, я в разговоре уже из такси, я еду к тебе. И когда он пришел, мы взяли эти листочки, я начал лихорадочно искать, я сейчас буду первый, ну, кто глазами не канцелярист, а еврейскими глазами, человек из мира Ишив, увидев, кто написал этот донос, и я его нашел. Я увидал этот донос на трех листиках, трястущимися руками перерисал, взял последний, и там было написано «Глаз Ишибота», анонимно писал. Тем самым, стало известно о том, что никто из Ишибонников это не написал. Сейчас скажу почему. Была большая статья, на эту тему я написал, и была вышла книга, в этой книге, не она написана, а специалистами по истории Воложина, и в этой книге последняя страница, последние документы были переведены моей старшей сестрой и моей женой. Вот эти все документы были переведены. Просто мы обнаружили, сделали очень простой стилистический анализ на основе написания некоторых букв и орфографических ошибок и прочего. Мы обнаружили, что общеписал человек необычайно образованный, знающий русский язык не год-два, а давно занимающийся им. В таких Ишиботе, там было написано, Ишибот, в Ишиве не было, отсюда следовало, мы об этом написали, что это была подделка. Мало того, что это был донос, еще и была подделка, и тем самым, как я получил большую благодарность от наших арбанин, была спасена честь Ишивы Воложина. У них, среди них, не оказалось ни одного человека, который омрачил имя Ишивы доносом. Такая простая у нас история была. И а мы с вами продолжаем наш разговор. Так вот, рабсловедчик, он был в Воложине, и все еще дело не развалилось, а уже доносы писали, но еще не сопровождали их в Санкт-Петербург, и каждый раз ему сообщали о том, что есть такой донос, он ни разу ничего никому не сказал, он не предпринимал никаких расследований, он ничего этого не делал, для того, чтобы узнать, кто это такие. И вдруг однажды он поднялся и сказал, а вот теперь это уже невозможно. И сказал такую большую формулу отлучения, виду и называется. Тот, кто написал донос такого-то числа, и меня сообщили, что такого-то числа, то вот он отлучается от общины. Прошли к нему и спросили, у ученики, а что случилось? Сейчас, чем отличается сейчас от вчерашнего дня, когда вы спокойно запихивали сообщение с полицией о том, что пришел донос, вам нужно явиться на расследование, на допрос, на обсуждение этого вопроса, от всех остальных случаев. Что случилось? Я сказал, раньше они ругали меня и Равы Берлина. Это мы люди, мы частные люди. А теперь они написали прохие слова про Тору, про еврейский народ, про еврейский народ и про Всевышнего. А раз так, то тут, конечно, нельзя обойтись. веду им отлучение. В трактате Магила, так называется трактат, на 28-м листе рассказано, что известный Тана, Тана это мудрец эпохи составления Мишны, Раби, звали его Раби Нехонья бен Акааны, удостоился длинной жизни, очень длинной жизни, за то, что ввел себя в обыкновение каждую ночь перед сном прощать всех, кто его обидел за день. Аналогично, видите, он длинной жизни получил за день, так написано в Гемаре, в Талмуде, аналогично вел себя Амора, это уже мудрец эпохи составления Талмуда, Равзутра, а в другом месте в трактате Шаббат сказано, пусть скромность у каждого будет как у Елеля. Елель был великий ученый, с величайшим терпением он разговаривал со всеми людьми, которые пытались его разозлить, просто приходили специально, чтобы его разозлить, вывести себя, и он ни разу им не ответил злу. Практическое правило, я вам сейчас расскажу, простое правило, которое отсюда следует, на оскорбление, направленное против чести и достоинства, вообще, в принципе, можно ответить, неожиданно немножко, я сказал, не отвечайте, можно ответить, сейчас скажу, почему, но лучше смолчать, а еще лучше выкинуть такое оскорбление или памятенем, даже своего сердца, как написал Мэйри, это формулировка великого комметатора Талмуда, Мэйри, или Танаха, книг Танаха. Второй пункт, если обидчик просит прощения, то стоит примириться с ним от всего сердца, то есть, примириться с ним нужно совершенно точно, но стоит это сделать от всего сердца, не задумываться, он искренний или неискренний, я просил прощения, сделать попытку его простить искренне, вы выполните большую заповедь, а если он не выполнил заповедь и неискренний просит прощения, это его личное дело, значит, можно ему помочь, если он попросит этой помощи, он, наверное, как-то себя ведет таким образом в своем диалоге со Всевышним, главное, вы в своем диалоге со Всевышним не сделали никакого нарушения, а что значит можно ответить, так вот, можно ответить ровно столько, чтобы указать, что не следует себя так вести, ни больше, ни меньше, тут нет ничего с требованием подставить другую щеку, я вам обещал об этом сказать, я два слова об этом скажу, два слова о другой щеке, да, левая щека, по-моему, должна была быть, поставь левую щеку. В иудаизме надо любить другого человека, так сказано, полюбить ближайшего своего, как самого себя, надо любить другого человека, ближнего своего, но не надо любить в нем врага, о, вот он мой враг, я его буду любить, за это его любить. Поэтому следует помочь человеку справиться со своим плохим началом, со своим плохим нравом, исправить ошибку, извиниться, ему нужно помочь Но не надо его бить и не надо ему мстить Мы уже говорили о том, в одной из наших лекций, что плохой поступок совершён человеком по инициативе его плохого начала Есть нечто внутри него, некая машинка, которая работает и говорит, что сделал плохо, сделал плохо, уговаривает Мы очень долго говорили на эту тему, что такое Ецар-Ара И он уступает этому Ецар-Ара, проявляет слабость, человек проявил слабость Когда мы уступаем своему Ецар-Ара, а мы иногда уступаем своему Ецар-Ара, правильно? Ведь когда-то мы делаем плохие поступки, ведь мы же не ангелы с вами Вы обратили внимание, что когда я уступаю своему Ецар-Ара, то я всегда нахожу в себе силы оправдать свой поступок Сам себя оправдать, себя оправдать Ибо я отделяю себя от того плохого дела, которое сейчас совершил Ну, во-первых, я очень часто, в общем говорю, не дай Бог, так оно и есть Во-первых, я думаю очень часто, сделав некоторые поступки, потому что никакого проступка здесь не было Или меня заставили, или ситуация такая была, вынудили Или же у меня, извините, это вам кажется, что это проступка На самом деле это очень хорошее дело, хорошее деяние Просто благость Так вот, а если все-таки человек говорит, нет, нет, я плохо поступил Ах, нехорошо я поступил, но это же не я У меня так получилось Я отдельно, мое плохое дело отдельно Так вот, человек проявляет слабость, делает проступок Он ассоциирует сам себя с хорошими делами, это я А с плохими, от плохих от себя отделяет Во время как с другими людьми, наоборот Этот человек говорит, что плохие дела остальных людей, это они и есть Это есть эти плохие люди Он их ассоциирует с их недоступными делами А мы с вами дали такое однажды определение Человек Помните, мы говорили на эту тему совсем недавно Это не его душа Это не его тело Это не совокупность тела с душой Это то, что он сделал То, что он выбрал Человек, это и есть его поступки А раз так То как он может отсюда следствие сделать Смотрите, я себе отделяю от своих плохих дел А чужих людей не отделяю от их плохих дел Я говорю, что плохие люди, это плохой человек Он сделал плохие вещи, он плохой человек Если человек то, что он выбирает Так это они и это я Так вот, Тора требует Себя ассоциируй со своими плохими делами Избегай их Исправляйся Делай шува Исправление Раскаивайся Работай над собой Ассоциируйся со своими плохими делами Твои плохие дела и есть ты Не закрывай глаза на это Не обманывай самого себя А вот и других людей Отделяй от их плохих дел Это слабость Они уступили Они слабые Помоги им Быть сильнее Не уступать их Своему яцеру Иногда очень и очень трудно сдержаться Вне всякого сравнения Даже примеру Не надо приводить Уже это не русскому и еврейцу Нужно приводить Да, примеры Что очень трудно сдержаться От того, когда тебя обижают Адмор Раби Шлома Из Звиля Был такой известный Адмор Руководитель Хасидского движения Звильских хасидов Однажды на него В бане Прямо в бане При Микве Микве мы знаем Что это такое Напал с криками Угрозами Совершенно незнакомый ему человек Шум Крик Вопли Оскорбляет его Обвинил во всех Тяжких грехах Сделал все И тут же выяснилось Ну как выяснилось После пяти минут Крика Что он решил Что Раби Шлома Забрал у него шайку С чистой горячей водой Нужно было Идти В место Прямо чистую воду Приходить сюда И мыться Знаете, когда я прочитал Это место в книжке Кришельмайм Сосуд для воды Там была пометка В двух книжках Это было написано В двух книжках Обязательно будет пометка Знаете, раньше В предыдущих поколениях Люди в бане мылись Со специальными посудинами Куда наливали воду Нам ли Российскими временами Вы же говорите об этом Да, все мы видали Какой шайка Так посмеялся Сегодня утром Когда прочитал Это объяснение Что есть такая вещь Как шайка Тут люди моются Без шайки Просто воды пол В бане Так вот Он у него Отнял эту воду Раби Шлома И не возвращает Раби Шлома Долго стоял Молчал У нас все происходит Вообще-то не очень Где-то в виде То глаза закрыл Тот откричался Крики паутихли Тот уже устал И тот сказал Громко Раби Шлома Из Звиля Очень громко Сказал И его хасиды Запомнили И записали потом Он сказал Что я сдерживался С трудом Я мог бы ответить Тем более Что шайка Вон она лежит Вон видите Там на скамейке У стены Но дело-то в том Что девочка Выздоровела Что девочка выздоровела Дон Ну так написано И когда была свадьба Она пошла Под Подхупу Здоровая Так иначе Так иначе Это очень-очень Большая заслуга Сдержать себя И не ответить Кстати мы уже говорим Почему Солнце смолчало Когда Луна Говорила о том Что ей Что не могут быть Два царя на небе А должен быть один Почему надо молчать В таких случаях Дело в том Что наверное Потому Что там так было написано Большое светило Чтобы оно правило Видите Слово править Это есть царство Да Решал это Чтобы правило Днем И малое До управления ночи Правление Солнце не собирался Ничем править Он знал Что всем миром Правит Всевышний А Луна Забыла об этом Она хотела Править Она хотела Чести Она хотела Почитания Всеобщего И говорили О какая Луна Над нами Какой у нас царь Какой у нас правитель Президент Или премьер-министр В мире В мире Всевышнего Настоящее величие Полагается только Одному Всевышнему Все остальное Ну не стоит того Чтобы за него Ломать копья Мне полагается Величие Ровно настолько Мне как человеку Насколько во мне Присутствует Образ Всевышнего Образ Всевышнего Потому что человек Сделан по образу И подобию Всевышнего По образу Всевышнего По целым Локим По лекалам Всевышнего Я сделал А почему По подобию Чем я подобию Всевышнему А тем Что он Наделил Удивительной способностью Принимать решения Это Единственное Только Две сущности В этом мире В этом реальном мире Обладают таким Свойством Человек И Всевышний Который взял Взял и отделил От себя Этого качества Передал человеку Умение Принимать решения Ты принимай Хорошее решение А раз так Раз Величие Полагается Ровно настолько Во мне присутствует Образ Всевышнего То надо Не забывать О том Что и в других Людях тоже Присутствует Образ Творца Он там присутствует Поэтому не надо Кричать на обидчика Если он кричит Он не умеет Себя вести Зачем не знать Что и я Должен Заразиться От него Этим вирусом Хучей свинячьего гриппа Вирусом И кричать на другого человека Пносить его при всех Это некрасиво Получается Что мы оба кричим На образ Всевышнего И он в такой же степени Как и я Я ему ни в чем не уступаю Я вот сейчас говорю Образ Всевышнего Не все люди Может даже здесь Присутствующим Являются Настолько верующими людьми Которые чтобы признали Про Всевышнего Поэтому мне извините Я скажу И для атеистов Ну не атеистов А для людей Немножко сменевающихся Для людей привыкших К немножко другому лексикону Следующую фразу Не надо кричать на другого человека Чтобы не получилось Что я Будто я кричу На саму идею человека Как такового А не на частное его проявление Что я не уважаю Человека в человеньке Вот этого не надо делать А надо или что сделать Ну что нужно сделать Мирно завершить недоразумение А же недоразумение Ведь крик же не бывает На ровном месте Или молча удалиться Если не получается Мирно завершить недоразумение И с самого начала сказать Да вот твоя шайка Он наверное не видел С самого начала Где она находится Или ждать Когда уйдет этот человек Если вам уйти Почему недоразумение Да потому что Или он ошибся И неправильно напал На меня Тогда его стоит простить Или я ошибся А поэтому его крик По крайней мере И оправдан Он может быть И не помогает признать То что вообще-то он прав В смысле Разрешается кричать Кричать никогда не разрешается Нельзя им бежать люди А мне сейчас и бежать Нельзя То раз я ошибся То нужно попросить прощения Больше не меньше Про раба Арье Леви Юрусалимского цадика Праведника О котором много-много Рассказывают истории После себя он оставил Известную записку Своего рода завещание Но не на тему Что кому он завещает У него было мало что Чего В жизни материального Он просто оставил Правила поведения И там написал Что всю жизнь Он старался быть Если есть такой выбор Если этот выбор необходим Лучше Чтобы тебя обижали Только не обижай никого Даже ценность своей обиды Никогда никого не обижай И он всегда молился И об этом Он поставил себе заслугу Только в этом письме Он никогда себя не хвалил Он всегда молился Чтобы другие Не были наказаны Из-за него Об этом мы говорили По-моему в прошлом Одной из недавних лекций Однажды он всегда молился В синагоге Вставал рано утром Раби Арье Леви Молился в основном Который рядом с его домом Находится И там он Васикин Васикин Это Миньян Васикин Это называется С первыми лучами солнца Первый Миньян Первая группа молящихся И там он всегда Ёмшини В понедельник В четверг Может быть даже по субботам Занимался тем Что он вызывал Людей Ктори Он был самым уважаемым Человеком В связи с новым Которым меняем И он вызывал Людей Ктори Однажды он так признёс Очень громко Он ехрис Очень громко Объявил Яале Да поднимется Ктори Ребе Аврам Сын Эфроима Хайма И вдруг К нему подвигает Другой еврей Хватает за Пиджак И кричит Ты зачем Его вызываешь Это такой раз Такой Ты начинаешь Я всякие слова Открычать Трясти его Обзывать А потом Он сейчас сказал Так ты Такой вообще Что ты здесь Делишь Подходы к Торе Кого вызывать Кого не вызову Мы тебя не выбираем И так Он кричал на него Что Рафария Вообще Отошёл в сторону Оставил Толит у него В руках Отошёл в сторону И больше никогда За всю свою жизнь Никого не вызывал к Торе Не потому что Обиделся А потому что Он увидал Что дело непростое Что дело трудное И бывает Что Кончается неприятностью А ведь только что Мы сказали Он молился Всю жизнь Чтобы никто Не был наказан За него Всегда Он кричал Сейчас он будет Наказан за это А потом Перестал вообще Ходить в эту синагогу И все решили Что он такой обиженный Что так он здорово Обиделся И поэтому Конечно же Так вообще Обижаться нехорошо Праведники не обижаются Праведники прощают Не ходят В нашу синагогу И так бы Наверное И думали Если бы не произошло Следующее Этот человек Заболел Нечаянно заболел Он очень сильно Нечаянно Он сильно заболел Всего в больницу Шаретседы Который недалеко Находится рядом И недалеко Ближе к центру От современной Таханаверказид Центральной автобусной станции Иерусалим Он всего в больницу И к нему Один из первых Пришел Рафари Он сделал Бикур Холим Навесил больного Они никогда к нему Ничего не испытывал Папхова Тот человек Наверное тоже Отошел Все евреи Все верующие Все нормальные люди И он к нему Пришел И сказал Очень длинную Брахум Благословение Чтобы у него Была Рафуаш лима Полное выздоровление И тот сказал Амен Полным сердцем Он сказал Амен И он выздоровел И уже На следующий же день На следующий же день Он пришел в синагогу Пришел в синагогу Днем в Минку А в ближайшую синагогу Днем уже заходил Раф Арье И при всех Сорвал всех После Минки Попросил никого Не уходить И сплачем В глазах Обращаясь Ко Всевышнему Попросил прощения У всех Упросил прощения У Рафа Арье Сделал Вот Извините Я сейчас от себя добавлю Что из-за одного этого Не стоит Наверное Кричать на людей Чтобы дать им Возможность Потом исправиться Ведь если я сейчас Накричу на человека Я обзову его Не дай Бог И буду плохо себя вести Адекватно вести себя Как он сам и ведет Так же я адекватно Буду себя вести с ним И получится Что мы Рашлись недовольны Друг друг к другу Какое раскаяние Какая это шува Мы оставили Остались злыми Друг на друга Остались злобом Может даже ненависть Не дай Бог Друг на друга А тут я не накричал Теория Мне очень трудно Держился И может быть Все закончится Нелучшим образом Кстати Может быть Теория теория Я-то езжу И учу людей Однажды я ехал И не прошло Не больше месяца Хорошая погода Ехал я в город Рыхово Там у меня есть урок Своим ученикам Я уже об этом рассказал Я и сейчас удивляюсь Как это произошло все Я вошел На 32-й автобус Он сокращает путь От Рамот Он идет И от Рыхово С севера Он идет И выезжает сразу На въезд к городу Несколько минут И ты уже На центральной автобусной станции И там очень много народу входит Там я вошел Сразу несколько автобусов Народу много вошло Пока я стоял У водителя А в Израиле Странная система Водитель тебе и деньги Берет и билет дает И все на свете Я посмотрел В салон автобуса И увидел Что прямо тут рядом Сидит человек А рядом с ним свободное место Я не собрался садиться Рассказать совсем по-другому Дело в том Что просто другой человек Решил там пройти И человек который Сидит религиозный человек В кипе Он встал Чтобы тому уступить место Тут прошел Протиснулся И сел туда И этот человек не успел Сесть на это место Как вдруг появилась Маленькая бойкая женщина И села На это место Села и села А народ видит Что происходит И удивились немножко И тот тоже еще не знал Кто уступил это место Он хотел вернуться на свое место А ничего не получается Что страшного нет Сейчас она идет Он и ушел Но обстрел на него Непонимающий Что же ты тут вообще стоишь Чем-то недоволен Это мое место Хотел через мое место Она молчит Он только все взгляду И тот ушел Но чтобы она не осталась неведней Чтобы она не подумала Что тот религиозный человек Хотел на самом деле Претендовал на ее место Я же вижу с кем я имею дело Я сказал по-русски Вообще-то он тут сидел Боже ничего не сказал И тут я услышал о себе Все что можно Очень сжато Очень красиво Компактно Все слова я понял Я прекрасно понимаю Все слова Кроме одного слова Жлоб Я как москвич принципиальный Он не понимает Что он означает Я не с Украины И много чего было сказано Я бы на этой истории Не рассказывал вам Я ушел тут же Ушел Ни слова не сказал Ушел в сторону Она еще вдогонками что сказала К чему все это рассказывало А к тому что я вдруг почувствовал Что во мне поднимается Что-то твердое Тяжелое и мутное Я умею отвечать Я могу так ответить Что она тоже Сядь и ахнет Есть такое умение У меня вообще Литературный талант есть Особенно устный Я из Москвы Я кончил У меня извините В ГИК Писатель Я много чего Увидел в своей жизни Я подумал Ой я сейчас так смачно скажу Как это будет красиво Посадите на ее место Чтобы она знала Что нельзя себя плохо вести И собрался плохо себя вести Я удивился Как же так Я учитель Торы Я рассказываю людям Вот как сейчас здесь рассказывают Тебя оскорбляют Молчи Уми прости Примеры приводишь И я сейчас Хотя никто из моих учеников не видит Я сейчас Буду себя вести себя так Что можно Прямо циклопедию Отрицательного поведения Это снять И на ютуб Поместить Есть такой сайт С картинками Я не для шутки Все это рассказываю Я испугался Оказаться Теория теория Мне ничего не учат Откуда это качество в человеке Почему Всевышний дал людям Это качество Умение Ответить на Плохие слова Плохими словами Я понимаю Одна собака лает на другую И вторая залаяла Но мы то почему это делаем Почему мы не можем отстраниться Это качество Которое присутствует в одних Большой степени Большей степени Других меньше Но она обязательно присутствует И она дано тебе Только для того Только для того Чтобы ты умел Его преодолеть Для того Чтобы ты стал Сильнее Лучше И выше Раби Залых Бройерман Давал урок Синагоги Ишиот Яков Ишиот Яков Это у меня Шарим Известная Известная синагога Медраша такая Там много учатся Сидят И вдруг Однажды Вошел На дом Зурок Вошел Человек И стал Кричать Ругать Оскарбать Совершенно без причин Но этого человека Он был святой человек Он где-то Потом ошибся Даже неинтересно Где было написано Точнее написано По какой причине Раби Залых Бройерман Ну что такое Что делает Человек Такой В таких Случах Что он делает Ну отходит Обычно в сторону Молчит А Раби Бройерман Опустил голову Закрыл Лицо руками И сидел молча Все те минуты Пока тот его поносил Так как будто Он просто плачет Как будто он расстроился Как будто ему стыдно Смотреть в глаза Других людей Он очень переживает Тот откричавшись Увидав что он Таки поразил Человека Который ему не очень Не нравился Что он достиг Своей цели Смотрите как он тут Расстроился Позеленел Видно что позеленел И ушел довольно Тот человек ушел Раби Объяснил Его спросили В чем дело Почему так Крафтран себя вел Что это за Поза такого Страдальца Откуда это взял Он сказал У меня было Несколько вариантов Вообще Спокойным голосом Сказал У меня было Несколько вариантов Первое Продолжить Как ни в чем Не бывало Давать урок Вот он шумит А я даю урок Рано или поздно Он конечно же Должен замолчать Вы начнете Шипеть на него Но Меня извините Это бы его оскорбило Потому что он же Пришел сюда Меня оскорбить Ничего не получается А я Пренебрегаю ему А когда человеком Пренебрегает Совершенно независимо От того Кто этот человек Тяжело Почему мы Часто очень реагируем На оскорбление Нам пренебрегают Оставят Не ценят нас Поэтому я решил Вариант отбросить Второй вариант Продолжить Как ни в чем Второй вариант Между прочим А почему 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 не надо Его оскорбить Он оскорбил Его оскорбить А мы об этом уже говорили Я вспомнил Об этом мы говорили Для того чтобы Он имел возможность Потом сделать шву Если мы его оскорбили Он этот шву не будет делать Потому что Тейку Райанса называется Ничья На футбольном поле ничья Никто не победил Поэтому ничего исправляться Поэтому нужно Чтобы помочь ему Исправиться Поэтому оскорблять Людей Нельзя В ответ Второй вариант Можно было бы попросить Других людей Вывести У меня полно учеников Он скажет Ну смотрите Все поняли бы сразу же И вывели бы его за руки И это совсем плохо Почему Потому что он остался Совсем тем Что он сонес Так бы это и осталось Где-нибудь в другом месте Я бы разразился Вышла бы из него Или в мой адрес Или в адрес Других людей Третий вариант Третий вариант Можно было бы смотреть на него С независимым видом Холодно Как философ Тем самым показывать Что нас это не волнует Это его только бы Еще больше Раззадорило Больше бы его расстроило Хотя на самом деле Нас и не волнует Обратите внимание Это тоже бы ничего не получилось Потому что это Еще больше бы его расстроило Расстроилов Завело бы И четвертое Можно было бы улыбаться Вот он ругается А мы улыбаемся Вообще смотрим на него Как на кузнечика Ну вот смотри Как интересно Пришел к нам на урок Кто такой Я не знаю ничего Это совершенно недопустимо Это называется Оскорбить образ Бога в другом человеке Осталось сделать вид Что цели его достигли Что он достиг своей цели Что ты обижен Что его удары достигнутся Да, его удар И поэтому Чтобы он успокоился Я сел таким образом Как вы видели И он очень быстро пришел к себе И он ушел Он еще придет Попросит прощения Попросит прощения у нас Все зависит только от темперамента человека Если он быстро успокаивается То он уже сейчас стоит Стоит там Если не быстро успокаивается Долго Терпит обиду Он еще скажет своей жене Другим людям Они скажут Срочно, срочно Беги Попросил брать Брой Ермана Прощения И завтра утром Сова принят И они вышли Он стоял там И сказал Рэм Ройерман Я, конечно, погорячился Простите меня, пожалуйста Я больше не могу Так он сказал И еще Надо знать Что если кто-то Доставляет нам страдания Это самое важное Может в нашем уроке То это Есть такое слово Копора Как все прочие виды страдания Ко мне обижают Я страдаю уже Я же хочу отметить Мне больно Мне плохо Меня обзывают Мне за этим страшным Иностранным словом Жлоб Я так и узнаю Что это такое Чувство Что это нехорошее Потому что только в одном контексте Мне этим словом называют Никогда мне не сказали Это в положительном контексте Я даже не знаю Его можно употреблять Может быть это для многих Украиноговорящих Ушей Страшным ругательством Я прошу прощения Так вот Копора Это искупление страданий Искупление грехов Которые мы совершили Это очень важная вещь Только тогда Не накопится мера Вины Марийца О которой Сказано Аврааму Аврааму в пророчестве Мы об этом уже говорили Сейчас в двух словах Скажу Буквально в двух словах Было сказано Что не расстраивайся Авраам Посмотрите в 15 главе Книги Бережет Не расстраивайся Авраам Будет я наследник Сын от цары И будь я целый народ И всю эту страну Я дам тебе Этому народу дам Сказал Всевышний Но пока не дам Позже дам А пока не дам Почему? Потому что еще не накопилась Мера вины Имарийца Отсюда мы увидим Что есть такая вещь Как вина Грех Она накапливается Что здесь накапливается? Сегодня есть этот грех Завтра он справился Ну как справился? Поступил Как по-другому Не одно ли то же Разменные монеты Есть и грех У него И два правильных дела Два-один Нивелирует все И получается один но Как может накопиться Мера вины У Имарийца Отсюда мы видим Что она накапливается Что она никуда не убирается Убрать ее можно Только одним способом А это очень важно Сейчас расскажу Каким способом Это очень важно О чем я сейчас написал В своем блоге Который у меня сейчас есть В русском журнале Я об этом в прошлый раз говорил Авраам Руками сплеснул Сказал Пока ты землю этого не даешь Амарийский народ Ее получит А когда Накопится мера Вины Имарийца Как будет положено Это в стакан И как капиарный сосуд Будет нависать И потом прольется И ты выплеснешь Амарийцы из этой страны И дашь мне пустую страну Так и у евреев Будет то же самое Зачем же мне нужен Сейчас этот народ Если мне не даешь Механизмы Чтобы они не Не накапливали Свои грехи А евреи Очень такой горячий народ Мы восточный народ Мы не безгрешный народ И все это будет Накапливаться очень быстрее Быстрее чем у Марицы Не дай бог Не дай бог На что я вам был сказан О том Что вообще-то есть три способа Первый Вообще не совершать греха Вообще никаких грехов Не совершать Быть праведниками Это очень тяжело Это практически Маловозможно В нашем народе Это более возможно Может быть Почему? Потому что Тору Учит как себя вести Например Сегодня мы учили О том Как не согрешить Отвечая другому Человеку Который нас оскорбляет Весь урок Мы посвятили Это Это по-моему Важнее чем Химия и физика Часто бывает Важнее Чем физика и химия Поверьте мне Физику Закончил Московский Физико-технический институт Если бы меня учили Этим законам Раньше Так вот Мы знаем Как быть праведниками По крайней мере В теории Но Трудно и необычайно Ну как можно удержаться Очень часто Мы все равно Гриши А второй способ Взять и Исправиться Как исправиться Сделать шуму Что значит шуму Исправиться Раскаяться Объел человек Попрати прощения Что-то Ты ему нанес Какой-то ущерб Заплати за этот ущерб Расплати за все В сердце у себя Пообещай Самому себе И Всевышнему В молитве Пока был в храм Еще в храм Отнеси Корбан Жертву Пообещай Больше так не поступать И все будет принято Если поступаешь Так из любви к Всевышнему То минус твой Вернется в плюс Послушайте Минус в плюс А если Ну и Любви у тебя не набралось То по крайней мере Минус идет Мера не накопится Народ у вас будет Вечный Сделать этот шум Перенесите минусы В плюсы И получится Что на том месте Где стоит Человек исправившийся И может стать праведник Потому что У праведника Есть какое-то количество Хороших дел Конечно большое количество А у неправедника Есть большое количество Плохих дел И они теперь переворачивают И становятся хорошими Поэтому что у него Счет больше Но это же необычайно Трудно Необычайно трудно Сделать полную Эту шум Полное исправление У кого-то это получается И это можно учиться всю жизнь Понятно, что лучше Не нарушать запреты Но Нарушаются они И сделают То, что мы сейчас С вами сделали Перед Новым годом Рожашоны В Йом-Кипуру Попросите прощения Любого человека Которого вы обидели Вы увидите, что это очень Трудно Только Только искренне попросите Не просто скажите Извини, пожалуйста А я больше так Не буду делать И вы увидите, что это очень тяжело Всевышний тебе тут же даст Тест Испытание Чтоб ты в конце его увидел Что ты его прошел Туда Понятно Теперь мы поднимем планочку На новый уровень Теперь у тебя будет Еще больше Серьезное испытание Для твоего роста Но можно Сказать, что Именно это В этом и заключается Механизм Того, что Вина и марийца В данном случае Вина и вред Не будет накапливаться Но необычайно трудно А раз трудно То есть еще третий способ И третий способ Самый тяжелый Но он не требует Никаких усилий Это называется Боли и страдания Вот если ты За что-то страдаешь Без причины Без причины От человека Другого Без причины От Всевышнего Не дай Бог Про нас будет сказано Как говорят в евреев Ло анейну Не о нас будет сказано Вот ты видишь Что нет причины никакой Ничего особенного Не сделал Для того, чтобы Получить Ту неприятность Огромную неприятность Которая сейчас С тобой происходит Зная, что это копора Первый раз Я с ним познакомился Здесь в Израиле Прорвал большую трубу И весь дом затопило Ну затопило, затопило И раскачали Всю эту воду Убрали Где-то В конце 80-х годов Только приехал Вода была еще дешевая Но тогда Большие деньги Для людей Которые приехали из России Страшные деньги Должны были бы заплатить И так это было больно Ну вот что такое Вместо того Чтобы с этим деньгами Разумно поступить Первый или второй Первый год в стране Чтобы купить что-то Маме и моей жены Которому нужно было что-то купить Старая женщина больная И сейчас мы должны платить за воду И начали искать Всевозможные Всевозможные способы Не заплатить за эту воду Наказалось, чтобы труба лопнула На нашей территории Все жильцы должны сложиться И я вдруг увидал Реакцию очень странного У моих соседей Все сказали Ну ничего страшного делать Ну что теперь делать Копора Копоры И очень спокойно К этому мы отнеслись С неба нам дано Я подумал Вот тебе надо Вот интересная вещь Какие-то мормоны Прямо честное слово Люди, которые С ними что-то делают Я не против Я не против мормонов Умели зайти Но есть же такой долг Где-то граница Любому терпению Ну что же теперь терпеть Надо же Как-то разумно подходить К этой жизни И мы сказали Слушай, миленький Ты что никогда ни разу Ничего в жизни своей не сделал Так не могли бы сказать Ты же сделал в своей жизни Что-то нехорошее Ну сейчас ты расплатился Значит ты не вовремя Не сделал исправление Копора Великая вещь Копора Это то, что делает нас Чище Перед тем судом Которым будем держать Перед Всевышним Все народы мира Когда им предлагали Тору Сказали Мы не хотим Копора Мы не хотим исправления Я не хочу плохо сказать Про народы мира Но они сказали Что мы хотим Когда у нас Полагается К нам полагается Награда за какие-то Хорошие дела Чтобы награда была На месте тут же После совершения Какого-то действия А страдания А тогда не подальше Страдать хотите Нет, нет, не хотим Завтра, завтра А послезавтра Еще лучше А тогда не подальше А награда сейчас Награда сейчас А евреям что? Достал, сами выбрали Когда взяли Тору Сказали На Севнишмат Сделаем И будем ее учить Будем ее соблюдать Сделаем А потом разберемся Это называется Наказание на месте Сделал плохую вещь Наказание на месте А награда? Награда, понтон Завтра, послезавтра Как будет награда? В следующем мире В грядущем мире Видите, я заметил Я даже сказал это шептом Я думаю, что вас не расстроит Вообще-то великое обещание Великое обещание Каждому еврею Что его ждет Ждет грядущий мир Как плод в животе у матери Его ждет великий мир Ты выйдешь в этот мир И будешь самостоятельным Будешь самим собой Мы живем для того Это не сказки Это мерзство вестиудаизм Если бы этого не было бы То и не было бы ничего Не дай Бог Если бы не было бы Всевышнего Не дай Бог То и цели у нас никакой нет Странное выражение получило Здание Не было бы Всевышнего Не дай Бог Он не даст Так вот Копора Это не что иное Как возможность Отодвинуть от себя Смерть В рядущем мире Это исправление грехов Которые мы сделали Это не что иное Как то Что делает наш народ Бессмертным Большое вам спасибо Всего хорошего На этом Мы прощаемся Всего хорошего А шарома Субтитры создавал DimaTorzok